10 окошко это значит что 10 декабря привет дорогие мои люди я боюсь что я немножко завысила ваши ожидания вы мне прям так пишите мне кто-то из вас писал что мы так ждем 10 декабря как будто вы думаете что меня пригласили на нобелевский банкет я буду прямой эфир оттуда делать сегодня нобелевский банкет сегодня вручение нобелевской премии вечером сейчас швеции 9 10 не знаю когда я запущу это видео часа утра и совсем скоро сейчас уже идет подготовка вовсю как уже несколько дней идет и скоро соберется огромное количество гостей в концертном зале на хеаториат я очень хочу как-нибудь попасть концертный зал с камерой чтобы иметь возможность вам снять именно где выручать нобелевскую премию может в следующем году все таки 10 декабря много будет в будущие годы а ютюбить не очень нравится поэтому надо придумать какие-то нобели что со светом надо придумать какие-то разные нобелевские темы на будущие годы значит сначала в концертном зале церемония вручения где король швеции вручает нобелевским лауреатом премии кстати ну вы знаете наверное что премия мира она в осло она не в стокгольме в швеции и что в стокгольме вручают пять нобелевских премий или 4 нобелевских и одну в память об альфреде нобеля и это по экономике премия по экономике она была учреждена шведским государственным банком в 60-е годы она в память об альфреде нобеля и деньги из другого фонда берутся то есть это не совсем нобелевская премия но ничего ничего продолжайте учить экономику не буду вас тут разубеждать но проще книгу написать потому что по экономике по медицине по физике по химии часто делят премию между двумя тремя лауреатами и тогда и деньги тоже сейчас миллион долларов примерно а по литературе во первых делить не надо а во вторых в этом году не будет премии по литературе потому что шведская академия организация которая решает кому присудить нобелевскую премию по литературе то только по литературе они же ответственны за чистоту шведского языка и учреждены королем густавом третьем 18 веке они в полном раздраем были как-то в инстаграме рассказывала скандалище сексуального характера красота в общем половина членов шведской академии не согласны и которые со всеми скандалами которые не хотят быть причастны к этому они ушли академия была парализована потому что две трети голосов надо для принятия решений сейчас они там набрали других членов вроде поменяли свои правила немножко и просто не успели почитать достаточное количество книг чтобы выдать кому-то в этом году поэтому в следующем году будет две премии шансов больше и время есть пишите книгу вообще нобелевской премии надо отдельное видео делать хорошо я только сейчас вкратце вот ее затронула но что будет происходить именно на банкете после церемонии вручения когда все приходят на банкет в ратушу в ратушу банкет проходил не сразу нобелевская премия выдается с 1901 года альфред нобель умер в 1896 родился он мой день рождения в 1833 то есть я родилась в 1981 его день рождения мелочь и у него не было детей да он все свое состояние оставил ну почти все оставил в этот фонд который должен выдавать премии людям которые достигли чего-то или вклад сделали в человечество до развития чего-то в этих физика химия медицина мир литература и пять лет заняла администрация в 1901 начали выдавать первый банкет был в гранд отеля с самого начала это происходит 10 декабря потому что это день смерти альфреда нобеля он последние годы свои жил в сан-рэмо в италии данная итальянская ривьере и он умер там похоронен в стокгольме в сольне на но рабе грамминг сплацца на кладбище но потому что он жил италии то муниципалитет сан-рэмо присылает бесплатно цветы для оформления концертного зала и ратуши для церемонии для банкета и обычно берется какая-то тема и уже исходя из этой темы оформление делается и она всегда запомню тот год это было три наверно года назад когда флорист заказал из италии гвоздики 40 оттенков золота от почти белых до темно там красных да то есть все оттенки которые могут быть когда ты берешь золото какое бы то оно там ни было до розовое белое желтое и начинаешь так вот его на свету переиграть с ним когда она переливается оказывается там огромное количество оттенков и вот из этих гвоздик он сделал очень красивые букеты и да на первом банкете было 113 мужчин первая женщина на банкете была только в следующем году в 901 году 1902 году это была мари кюри которая получила вместе со своим мужем до премию я знаю что многие критикуют нобелевский комитет за это нобелевская премия выдается намного чаще мужчинам чем женщинам но я считаю что их нельзя за это критиковать потому что мне кажется они выдают не по половому признаку а по достижениям просто посмотрите в академии вообще больше мужчин ну то есть я не говорю что это прям хорошо это я не говорю что это хорошо что это плохо но это факт и как бы ты не извращался если ты хочешь дать лучше большинство из них будут мужчины потому что так наше прекрасное общество построено что да по крайней мере раньше женщина было сложнее попасть в академию а дают нобелевскую премию не за то что ты изобрел вчера а за вклад который ты делал 20 лет назад а тогда почти все были в академии мужчины сегодня по моему 85 процентов мужчины в академии по этим химия физика и так далее ну естественно вы сейчас скажете нет у меня половина факультета женщина это в германии какой-нибудь или ну не знаю в москве а возьми какие-нибудь но многие другие страны там конечно же будет большинство мужчин это сегодня 85 процентов но я не помню уже где эту цифру услышала поэтому может быть я ошибаюсь в этой цифре я помню что она была большая а 20 лет назад допустим 5 процентов всего были женщины какой шанс что она будет лучше остальных 9 5 процентов он маленький он есть и женщинам давали мари кюри дали в девятьсот втором году но просто это не нобелевский комитет дискриминирует это вся система не поддерживает часто женщин в том чтобы они продолжали в академии по крайней мере раньше сегодня как бы шансы я думаю примерно равные у всех вот посмотрим что будет с нобелевскими лауреатами лет так через 30 ладно наверное хватит слов давайте передадим слово нашему специальному корреспонденту ире да ира спасибо понимаете вы сейчас перенеслись не только в пространстве но еще немножечко во времени потому что вы это смотрите 10 а я нахожусь в ратуши но не на нобелевском банкете понимаете меня что-то забыли в этом году пригласить и репортаж снимает за несколько дней до банкета все будет проходить именно вот здесь именно такой свет вечерний свет будет здесь когда в этом зале будут сидеть тысяча триста пятьдесят гостей на нобелевском банкете через несколько дней начнут расставлять столы и каждый уголок этого зала будет использован даже вот это место за колоннами люди будут одеты вечерние платья фраки и это мероприятие в швеции самая популярная в плане аутфита например так же как оскар в мире то есть чисто ради платья в принципе даже стоит нобелевскую премию получить потому что ваше платье будет описано во всех газетах страны и прям будет подборка всех наших главных леди страны принцесс королев жен премьер-министров в котором у нас нет вряд ли до нобелевского банкета появится но все будут приглашены и и все платья будут обсуждаться до мельчайших деталей из какой ткани насколько это экологично кто шил не дай бог какие-то детские ручки в бангладеша что же проходит в золотом зале во время нобелевского банкета здесь бал здесь шикарнейший бал танцы оркестр огромный джазовый биг бэнд я здесь не была на нобелевском банкете что-то меня король не пригласил но я здесь была на других банкетах кто читает мой инстаграм те может быть помнят я писала о том что с мужем познакомилась здесь на банкете как раз даже на балу можно сказать то есть были вечерних платьях это было как раз в золотом зале но на нобелевский как-то да еще не удалось попасть теперь прямо над нами кухня огромная на которой работает больше двадцати поваров не все время именно для нобелевского банкета сейчас они уже там работают потому что это все за несколько дней начинается и столы скоро начнут ставить в голубом зале то есть вы это смотрите 10 числа 10 декабря здесь уже все накрыто все готово все выверено до миллиметра смотрите золотой зал строился как банкетный зал поэтому здесь был нобелевский банкет изначально до семидесятых годов и идея была такая что вот через эти лифты есть два лифта таких еда должна спускаться с кухни в банкетный зал который прямо под кухней но теперь же теперь же банкет он на 1500 человек на 1350 а не на 750 как было в золотом зале нам нужен зал два раза больше это голубой зал поэтому еда теперь должна из кухни через золотой зал идти туда в голубой зал как это сделать чтобы еда не остыла вот как на этих лифтах сюда спустят 10 декабря печи с горячей едой найти такие на колесиках которые многоэтажные петь и здесь будут накладывать уже на подносы но несут вниз до официанты не отдельные тарелки а подносы и уже выкладывают еду каждому гостю на тарелку когда все поедят в голубом зале и начнут понемножку готовиться к балу здесь все быстренько убирается как будто ничего и не было надеюсь они проветривают эту колбасу потом а то ты приходишь на бал а там у тебя теленка пахнет зажареным то едят на нобелевский банкет на нобелевский банкет меню планируется заранее обычно это два повара один звездный шеф-повар у которого гениальные идеи и другой это тот которого мы видели в прошлом видео помните дяденька в белом в прошлом видео про ратуша дяденька в белом колпаке он главный повар этой кухни уже больше десяти лет и он скажем так не просто не приземляет те гениальные идеи звездного повара реализует их то есть в какой-то мере ему приходится приземлить их не всегда можно реализовать то что она придумывает там шеф-повар потому что он никогда не готовил на 1500 человек одновременно что конкретно едят обычно акцент на скандинавской кухне скандинавская кухня сегодня ассоциируется у нас с дичью глухари лось спаржа брокколи грибы брусника то есть ингредиенты которые растут здесь мне очень нравится что они вольно интерпретируют скандинавскую кухню как-то подавали кебаб например ну то есть понятно в стилизованные под высокую кухню это был кебаб кажется где скандинавская кухня где кебаб да но корицу тоже шведы не сами выращивают а тоже иммигранты привезли то есть вообще эта тема с какую пищу считать шведской какой не шведской на пожалуй ответ здесь будет ну если она уже 15 лет прожила в стране то можно считать шведской там 150 у каждого человека наверно свой барьер у меня он вообще нулевой барьера если сегодня большинство людей в швеции едят эту пищу то это шведская еда даже если она пришла с иммигрантами допустим только десять лет назад больше двухста официантов разносит еду по столам в тот день и надо это делать синхронно элегантно не ошибиться вообще работа такая звездная то есть многие официанты думаю в стране хотят ее делать но надо тесты пройти мы сейчас стоим на балконе балкон который разделяет золотой зал и голубой зал который совершенно не голубой но вы смотрели прошлое видео вы знаете почему он не голубой да на этом балконе знаете что обычно происходит во время нобелевского банкета камеры стоят и ведущие здесь столики такие барные стоят вот стоят шведские селебритис и обсуждают прически украшения еду платье обсуждают еду божий еду будем еще сто лет обсуждать а наш под секре она засекречена это меню супер секретная можно купить книжку с меню последних там ста сколько 17 лет меню вот которое подадут 10 числа то есть сегодня для вас она супер засекречена и когда только тарелка уже выходит королю и ставится перед носом короля проведущий уже рассказывает что это за еда комментируют реакцию комментируют то как хорошо или плохо работают официанты здесь миллион камер все вот эти окошки маленькие они открыты и там камерой bbc cnn al jazeera ну вот все крупнейшие каналы мира здесь представлены конечно таким широкоугольными камерами чтобы создать впечатление что этот зал намного больше чем он на самом деле а я покажу фотографию как он выглядит когда он заполнен людьми и ощущение что здесь ну явно больше чем 1500 квадратных метров у меня камера не широкоугольная вы видите что это просто большой зал он выглядит просто бескрайним когда ты смотришь то по телевизору нобелевскую премию это в основном из-за того что во первых люди сидят очень близко друг к другу то есть ближе чем нормально там где-то 50 сантиметров отводится на человека все измеряют до миллиметра просто и плюс потому что широкоугольная камера да и кажется что вон вон где стена то противоположная она как бы ну вот многие мечтают попасть на нобелевский банкет но попадают немногие пусть там и несколько сотен человек сегодня будут заседать но многие делают вот что я делаю это два раза друзей особенно которые любят дурака валять накрываешь стол одеваешься если не в вечернее платье то хотя бы в коктейльное готовишь шикарный ужин высший пилотаж меню нобелевского банкета прошлых лет ну понятно что скорее всего если вы не повар она у вас не получится прям мишленовского уровня но можно попытаться что все меню они есть онлайн на сайте нобелевской премии нобелл прайс дот орджить пожалуйста делайте свой ужин любого года или по крайней мере вдохновитесь этими меню включайте телевизор то есть накрывайте стол там где телевизор включаете его и делайте вид что вас пригласили всего-то там будет тюрьмин мейстер он будет говорить когда надо есть когда надо пить когда надо смотреть на экран потому что там будет какое-то представление в общем поднимайте бокал когда король поднимает меняйте блюда когда официанты выходят менять блюда и это очень классно жалко конечно что я вам рассказываю за несколько часов до банкета но кому какая разница когда этот банкет все банкеты они в прямом эфире показываются в сети и на сайте но по крайней мере это было до прошлого года надо удостовериться что в этом году будет это но скорее всего да все прямом эфире транслируется соответственно вы можете посмотреть потом в записи смотрите через неделю включаете садитесь и и слушайте и смотрите и ешьте конец нашего репортажа надеюсь что многие из вас будут смотреть нобелевский банкет восхищаться платьями вдохновляться едой жду ваших комментариев и до встречи завтра пока а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok